МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине на интере подробности о сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. 12 человек расстреляны в центре Парижа. Кто убийца и за что они погибли? Не мы, не дети. Мы заезжаем и защищаем свою страну. Мы к себе едем. Ротация киборгов. Почем в Донецке гуманитарка и сколько придется заплатить террористам, чтобы снять свои же деньги? Трагедия в центре Парижа. Люди в масках, стрельба, 12 жертв. Чей гнев на свою голову вызвали французские сатирики. Подробнее Елена Зорина. Вместо привычной планерки по средам визит вооруженных людей в масках. Так началось утро в редакции сатирического еженедельника Шарли Эбдо. Нападавшие открыли огонь в результате 12 погибших. Среди них главный редактор, ведущий карикатуристы, журналисты и двое полицейских. Еще по меньшей мере 8 человек получили ранения. Нескольким работникам удалось спрятаться на крыше. И это спасло им жизнь. По словам очевидцев, люди с оружием кричали «Аллах Акбар». После на улице нападавшие расстреляли полицейские патрули, скрылись на автомобиле. Они уехали в направлении Пор-де-Понтино, ставили свою машину и пересели в другую. Наши коллеги сейчас ищут их, проверяют все камеры наблюдения в окрестностях. Это очень серьезная операция, потому что террористы вооружены и опасны. Без погони и спецназа вряд ли обойдется. По одной из версий, причиной нападения мог стать свежий номер журнала. Там были опубликованы прогнозы о том, что уже через 7 лет во Франции будет президент-исламист. И то, что вместо Пасхи будут отмечать Рамадан. Шарли Эбдо известен своей сатирой в отношении исламского экстремизма. В 2006-м именно это издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. И наряду с датскими СМИ оказалось в центре карикатурного скандала. В 2011-м редакцию журнала поджигали. А в одном из последних твитов издания было вот это изображение лидера террористической организации «Исламское государство». На месте трагедии побывал президент Франсуа Ланд. Мы действуем по антитеррористическому плану и будем пытаться обеспечить безопасность граждан. Мы также ищем виновных. Эта операция продолжится до тех пор, пока убийцы не будут арестованы и не предстанут перед судом. Франция сегодня переживает настоящий шок. Шок от атаки террористов. В Париже объявлен высший уровень террористической угрозы. Под охрану взяты редакции СМИ. А детей из школ отпустили домой. Теракт уже осудили мировые лидеры. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Мартин Шульс и другие. А в социальных сетях появляются вот такие картинки в поддержку журналистов расстрелянного издания. Елена Зорина. Подробности телеканал Интер. Между тем, в немецком Потсдаме 10 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома. Всему виной бомба времен Второй мировой войны. На месте, где обнаружили снаряд весом 250 килограммов, сейчас работают саперы. Если обезвредить его не удастся, уничтожат с помощью управляемого взрыва. В зоне оцепления также находится вокзал. Пригородное сообщение с соседними населенными пунктами временно приостановлено. Ситуация в зоне АТО по-прежнему остается напряженной. За сутки наши потери трое погибших и один раненый. С нами на связи Руслан Смещук из зоны АТО. Руслан, здравствуй. Какие новости у тебя последние за сегодня? Наталья, вот я хочу сказать, что несмотря на сильнейшее и очень резкое похолодание здесь на Востоке, температура воздуха опустилась до минус 25, напряженность боевых действий не падает. Начать хочу с успеха украинской армии. Сегодня было два боя. Украинские военные столкнулись с разведдиверсионными группами боевиков, когда те пытались проникнуть на территорию, которая находится под контролем наших силовиков. Но вот эти группы были вовремя обнаружены. Завязались боевые действия. Боевики понесли потери и отступили. Сегодня, около 2 часа ночи, в районе населенного пункта Староласпа, во время прорыва произошло боевое действие украинских военных с разведдаванием диверсионной группы противника чисельностью до 10 человек. В результате перестрелки уничтожено двух боевиков. А о 9 часа ночи, в районе населенного пункта Крымска. Бой тревел немного больше часа. Группа диверсионов практически полностью была ликвидована. На данный момент количество уничтоженных боевиков пока неизвестно. Нет точных цифр. Но предварительные данные говорят о том, что украинские военные могли убить до 20 террористов. Если же говорить об обстрелах, то, увы, ситуация также не изменилась. Сегодня было особенно горячо в районе Донецкого аэропорта, поселка Пески и Опытная. По ним работала артиллерия и минометы боевиков. Также террористы обстреляли из градов поселок Золотое. Это район так называемой Бахмутской дороги. То есть, как мы можем видеть, напряженность боевых действий тут не падает. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО. Ротация киборгов в Донецком аэропорту третья за время перемирия. Как это было в материале Руслана Смещука? Не мы к ним едем. Мы заезжаем и защищаем свою страну. Мы к себе едем. Вот так в тесном кузове грузовика начинается очередная ротация защитников Донецкого аэропорта. 93-я бригада. С юмором и моральным духом у бойцов все в порядке. Сами жены на есть придурки. Говорят, как говорят про нас, пишут зеберы. То есть, это та бригада, за яку зеберы должны бояться захомандовать. Семья, не волнуйся. Мы вас защищаем. Колона отъезжает несколько километров от украинской Авдеевки и останавливается на нейтральной территории. Тут ее уже поджидают вооруженные боевики, называющие себя военной полицией ДНР. Под присмотром наблюдателей, журналистов, начинается досмотр колоны. С вещами, с вещами. Камзарю зачем-то уберет. Кроме провианта, воды и топлива, защитникам аэропорта разрешается провозить стрелковое оружие с одним магазином и лимитированное количество патронов в ящиках. Все остальное забирают. Прошлый раз я вам докладываю. Были случаи мародерства, если вы хотите. Нет, было случаи мародерства. Я вам докажу. Тащили блоки сигарет, тащили продукты. Я одного поймал, я одного притащил, он сказал, что ему разрешили. Командует всем человек, представляющийся как офицер в некой военной полиции ДНР Андрей Шпигель. С явно неместным выговором вооружен редкой разновидностью АК. Утверждает, мол, он коренной житель Донецка. Скажите, вы вот откуда родились? С Донецка. Донецка. И родился в Донецке. Через пару минут Андрей Шпигель отдает приказ, режущий слух. Прижаться к поребрику. Большинство украинских бойцов говорят, обыск боевиками это позор. Но приказ есть приказ. На данный момент если договоримся, заходить вот так. На завтра будут договоримся заходить по-другому, будем заходить по-другому. Пойдет приказ, что прекращаем режим тишины, который с 9 декабря. И продолжаем выполнять поставленные задачи, как выполнять дальше, будем выполнять так. Мы выполняем приказы, которые нам дают. После досмотра защитники аэропорта грузятся в автомобили. И в сопровождении ДНРовцев и российских журналистов через окраины Донецка едут в аэропорт. Перед въездом в аэропорт боевики останавливаются. Мы едем к диспетчерской башне. Это самый опасный промежуток. Периодически машины обстреливают. Скидайте все. Перемирия не существует. Перемирия существуют только во время, когда АБСЕ находится где-то рядом в этих окрестностях. Ну или же средства массовой информации. Стрельба РПГ. Работают крупнокалиберные пулеметы. Ну и стрелкотня периодически. Снайпера, щелкунчики мы их называем. Перемещаться в районе башни можно только перебежками. Лежи примерно по следам, потому что тут мины не разорваны. Ага, понял. Диспетчерская башня разбита артиллерией боевиков. Но как и новый терминал продолжает держаться. На днях по ней стреляли из танка. На вчера я не поняли. Четыре попадания прямых было в танк, а в башню. И минометы легли во дворе. Там есть небольшое разрушение. Грузовик забирает бойцов 81-й бригады. Начинается обратный путь. Через аэропорт опять в кортеже боевиков и российских журналистов в Авдеевку. Настроение у бойцов приподнятое. Помыться надо. Почиститься, а потом можно и обратно. А потом можно опять. Слава Украине. Слава Украине. Я всех вас поздравляю. Поздравляю и звездом крестовым. Бажаю всего самого наикращего. И чтоб мир был самое главное. А мы стараемся вискать перед честь нашей державы. Рождество они будут встречать без выстрелов. Руслан Смешук. Подробности телеканал Интер. О ситуации в Мариуполе узнаем от Эльвины Седьбулаевой. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Расскажи, каким был сегодняшний день для наших солдат. Здравствуй, Наташа. Ситуация на территории контролируемой украинской армии. И оккупированная ДНР ухудшилась. Усилились отстрелы по направлению Волноваси. Сегодня мы побывали в Гранитном. Военные говорят, боевики стреляют со стороны Сельманова. С того боку, там пару раз бухнули. Даже не мают ничего святого. С света даже бухкают. Могли бы там Бога побоятись. Ну, у нас только с одной стороны стреляют. Нехорошие человечки. По нам, слава Богу, не попали. Надеемся, и не попадут. Хотим домой вернуться живыми, здоровыми, к женам, к матерям. И сегодня также побывали в Гранитном. Наши военные говорят, что перемирия тут не соблюдаются. Военные говорят, что боевики постоянно открывают огонь по нашим позициям. И прилетают различные подарки. Постоянно 152 миллиметра, 120 миллиметров. Постоянно. Под руночки, под елочку. Ну, сейчас гаубицы они потянули до 30, потянули. Что-то пытаются нас так кидать. Ну, в принципе, не страшно. Мы всегда готовы в ответ дать еще больше. У нас же режим тишины. Мы же никого не трогаем. На передовую почти каждый день приезжают волонтеры. Детям везут сладости. А украинским военным теплые вещи, соления и обереги. А ну, кто водители? Я, я. На греечке. Подходят? Подходят. На машине здорово. Детки со львом опережали. Обереги. Держите, пожалуйста. Продолжение следует. И наши бойцы здесь уже давно мечтали о гитаре. И вот сегодня волонтер Галина это желание исполнила. Боец Юрий Онши, поэт и композитор, вмиг оценил инструмент. Древним русским маршрутом звучит. Ще пройдусь я, я выйду с домов покровителя Миколая. Попрошу я, благослови меня. И не тратит еще терпень, если далеко там заспеваю. И помощь поступает не только от волонтеров, более чем на 3,5 миллиона гривен. Получили госпомощь от украинского, от Украины жители Тельманского и Новоазонского района. Эти территории контролируются террористами. И тут уже вот возобновились выблаты. Присоединились местные советы к Волновахскому району. На этом пока у меня все, Наташа. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева была с нами на связи из Мариуполя. Боевики на оккупированных территориях морят людей голодом. И забирают деньги у местных жителей. Об этом сообщают в СНБО. На рынках Донецка втридорого перепродают гуманитарную помощь. А за то, чтобы снять свои же деньги по карточке, местным приходится платить процент террористам. Через отсутность працюющих банкоматів та банкерских терминалів, мешканці селища міського типу Новий Світ Старобішевського района Донецької області вимушені користуватися послугами посередників для отримання готівки з банкерских карток, сплачуючи їм при цьому 10% від суми. Сегодня в Багарачанах Ивано-Франковської області президент проведал участника АТО старшого сержанта Николая Лазюка. Боец получил осколочные ранения обеих ног, выполняя в июле прошлого года боевое задание возле Амвроси в Киданинской области. Петр Порошенко поблагодарил Лазюка и его семью за мужество, поздравил с Рождеством Христовым и за чашкой чай рассказал о новом вооружении и обеспечении армии. Я дякую, що він мене привітав святами, це несподіванка для мене. Хлопцям всім, які там ще воюють, хлопці, бережіть себе, тримайте себе. Веселого вам Різдва, повертайтеся всі додому, мирного неба вам і поля без змін. Армія для мене і для всієї України є першим приоритетом. Дуже високу ціну заплатила Україна за це, але Україна зараз вже абсолютно інша. Об'єднана, сильна, потужна. Як прожили этот день жители оккупированних територій, давайте послушаем. Сегодня на связи только Донецк. Тоже, знаете, привыкли к этим всем военным действиям, в надежде на то, що все-таки буде мир. Стреляють і Донецк обстріляють, і Горловку обстріляють, Курахово. Каждый день. І такі орудія, я вам скажу, що це не... Я чоловік воєнний бувший, це навіть не Грады. Це вже 150 міліметрів і більше. Виплачують у нас банди ДНР. Виплачують посуду, допомоги. Зарплату, правда, за сентябрь пока. У нас почався рождественський вечір, буйная работа артиллерії. Ну, как бы по звукам, как мы уже прилавчились определять, работали гаубицы. У нас несколько изменился гуманитарный груз Рината Ахметова. Нам сейчас дають усиленную тельку. Вместо двух панок – четыре. Чемного тельки, совершенно негодно. Производство аквамарин. Срок выпуска 2014 год, все нормально, где-то апрель, май. Но она негодна к употреблению. Так что мы вроде бы получаем, и одновременно, не очень приятно это говорить, стало хуже с питанием, потому что то, что мы получили сейчас, это негодно. Муку. Муку 2 кг дают – это спасение, потому что весь город стал печь хлеб самостоятельно, чтобы не тратить лишние деньги, которых нет на хлеб. Рис и гречку уже не дают, а стали давать ячневую и перловую крупы. А это уже не все могут есть. Не хватает молочного, не хватает жирова, не хватает овощей. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Кэмерон и Меркель об Украине. Что обсуждали и о чем договорились? С ноги на ногу на удачу. Как потоптаться, чтобы действительно повезло? Ниже 50 за баррель. Что дальше? В Сирии началась ликвидация объектов по производству химического оружия, так как ожидается на уничтожение всех заводов понадобится около полугода. С первым из них планируют расправиться уже к середине января. Власти страны в декабре выбрали две компании, которым поручили ликвидацию задекларированных производств химического оружия. К июню им предстоит снести 7 наземных и 5 подземных объектов. На полигоне Новоселу в Болгарии начались совместные болгаро-американские учения с участием военных подразделений Румынии и Сербии. Впервые военнослужащие четырех стран будут тренироваться в зимних условиях. Об этом сообщает приз-центр Минобороны Болгарии. В маневрах принимают участие 140 болгарских военных и 250 американских морпехов. Учения продлятся до 30 января. 500 миллионов евро для Киева. Это кредит в рамках германо-украинского сотрудничества. Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Донбасса. Это школы, больницы, коммуникация. Соответствующее соглашение в Берлине подписали министр эконом-развития Айварас Абрамовичус и госсекретарь Германии Матиас Махник. О деньгах и не только украинская делегация поехала договариваться вместе с премьером. Сегодня Арсений Яценюк встретился с федеральным президентом Яхимом Гауком. Ну, а на завтра запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ну, а сегодня Ангела Меркель в Великобритании, где встречаются с Дэвидом Кэмероном и обсуждают они в том числе и Украину. О чем говорят, узнаем у Светланы Чернецкой. Она тоже в Лондоне. Уже на протяжении получаса ожидается совместная пресс-конференция двух лидеров. Ей предшествует часовой разговор в резиденции премьера Дэвида Кэмерона на Даунинг-стрит-10. Визит Ангелы Меркель довольно короткий, всего-навсего 6 часов и достаточно насыщенный. Первым пунктом программы стало посещение Британского музея. Там проходит выставка под названием «Германия. Воспоминания нации». После небольшого культурного экскурса Меркель и Кэмерон отправились в офис премьера, где и перешли к темам более прозаичным. Несмотря на множество важных для двух стран вопросов, в частности о миграции в рамках Евросоюза и необходимости пересмотреть условия существования ЕС, на чем настаивает Кэмерон, главной темой разговора оба лидера обозначили именно Украину. Конечно же, большей частью обсуждали политику Москвы в отношении Киева. Главам двух ключевых государств Европы важно уточнить совместную позицию накануне встречи канцлера Меркель с российским президентом Путиным. Я напомню, через неделю в Казахстане должна состояться встреча в нормандском формате. Порошенко, Меркель, Путин и Оланд. Лидеры в очередной раз попытаются решить то, что в Европе называют украинско-российским кризисом. Кстати, этот вопрос один из немногих, в отношении которого у Кэмерона и Меркель полное согласие и решимость действовать. Оба в последнее время неоднократно говорили о том, что агрессивная политика Кремля неприемлема и они готовы продолжать оказывать давление на Москву. Но в целом, последний год для отношений этих двух стран не был легким. Расхождение по поводу назначения Юнкера, главой Еврокомиссии, угрозы Британии покинуть ЕС и намеки Германии, что это будет небольшой потерей. То есть говорить Меркель и Кэмерону есть о чем. Их беседа продолжится после пресс-конференции на деловом ужине. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Ниже 50 долларов за баррель стоимость нефти упала до рекордного уровня впервые за 6 лет. Аналитики прогнозируют, что это не финал. К концу января цена может снизиться до 40 долларов. А это прямой удар по российской экономике. Кремлю в очередной раз придется задействовать ресурсы резервного фонда, чтобы залатать дыру в федеральном бюджете. А сверстан он из расчета 96 долларов за баррель. Миграция в Россию сократилась почти на 70%. Это свежие данные от официальных властей. Впрочем, о другом процессе переселения, иногда вынужденного, иногда и идеологического, там почему-то молчат. О том, кто они такие, эти новые мигранты. Данил Русаков из Москвы. Их уже в шутку называют вынужденными крымскими переселенцами. Правда, речь не о жителях оккупированного полуострова. Новая волна мигрантов – это представители интеллигенции, которые поняли, что в России им делать больше нечего. Пределы страны они начали покидать после событий марта 2014-го. По данным социологов, представители, как здесь любят говорить, пятой колонны в основном предпочитают страны Запада. В социальных сетях появились даже целые сообщества тех, кто собирается уехать из России навсегда. На первом месте Канада, Австралия и США. Второе прочно закрепилось за Францией и Германией. И третье – это славянские государства Восточной Европы с похожим менталитетом и культурой, но более-менее развитыми институтами демократии. Например, в Кракове я сама из Гданьска, а в Кракове школы переполнены русскоговорящими людьми, которые хотели бы теперь оставаться здесь. Помогаем этому человеку из Владивостока. Он сейчас будет учиться в школе польского языка, учиться кольскому языку. И далее смотреть, насколько возможно здесь оставаться. Это только об одном человеке. Впрочем, здесь, в России, судьбами и мотивами мигрантов, похоже, не принято интересоваться. Обласканные на уровне официальных заявлений люди в погонах также обделены вниманием власти. Самоубийство онкобольного генерал-лейтенанта ВВС Анатолия Кудрявцева большинство федеральных телеканалов просто проигнорировало. Известно, что военный пенсионер, до начала 90-х командовавший дальней авиацией, стал уже третьим таким смертником. Официальная версия во всем виновата районная поликлиника. Вовремя не дала лекарств. Упор не замечают в Кремле и российских солдат, которых перебросили на Донбасс. Кстати, поговаривают, что там скоро будет очередная ротация. Общественная организация «Открытая Россия» опубликует данные, откуда взялись те, кто воюют на стороне террористов. География происхождения почти все регионы одной восьмой части суши. Впрочем, даже карта с подробными объяснениями рискует стать поводом для международного скандала. Разработчики указали оккупированный Крым регионом Российской Федерации. Как это все сочетается с необходимостью европейского пути, уважения к территориальной целостности соседних государств? А ведь именно на этом всем вроде бы как настаивает глава «Открытой России» Михаил Ходорковский. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал «Интер». Хвостовую часть самолета AirAsia на 11-й день поиска обнаружили индонезийские специалисты. Также на поверхность со дна моря поднято еще три тела погибших. Всего найдено 40 из 162 человек, находившихся на борту. Семьям жертв крушения компания Airbus выплатит по 100 тысяч долларов компенсации. Лайнер Airbus, выполнявший рейс из индонезийского города Сурабаев в Сингапур, исчез с экранов радаров 28 декабря. Наиболее вероятной причиной трагедии называют слишком резкий набор высоты. Иерусалим в блокаде. Почему закрыты школы и детские сады, а по улицам города разъезжает армейская бронетехника, расскажет наш ближневосточный сапкор Сергей Ауслендер. Об этом шторме нельзя сказать, что старожилы такого не упомнят. После прошлогодней бури столетия власти хорошо подготовились к наступлению стихии. Аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы. Трассы в горах и на севере страны перекрыли заранее, еще до начала снегопада. Вот очередь из машин, желающих проехать в Иерусалим. Проехать они не могут. Власти предупредили, что дороги будут перекрыты день, а может быть и два, до тех пор, пока полностью не прекратится буря. Учли опыт прошлого года, когда на всем протяжении трассы, это километров 40, пришлось выручать водителей, застрявших в снегу. Иерусалим отрезан от внешнего мира. На улицах тяжелая армейская техника. С ее помощью будут подводить продукты, бронетранспортеры выполняют функции скорой помощи. Детские сады и школы закрыты. Многие фирмы и предприятия устроили своим сотрудникам выходной. До работы все равно не добраться. Полиция настойчиво рекомендует не садиться за рулю. Здешних водителей вообще нет навыков вождения в таких условиях. Общественный транспорт работает. Полиция сейчас, естественно, занимается. Главная задача полиции – это обеспечить безопасность граждан, обеспечить безопасность имущества наших граждан, обеспечить бесперебойное сообщение автотранспорта и личного транспорта и общественного транспорта по всей стране. Радикально настроенные арабские подростки временно сменили камненные снежки и сегодня забрасывали ими прохожих. Снег выпал уже в Иерусалиме, на голландских высотах и даже в некоторых центральных городах. Непогода продлится несколько дней, обещают синоптики, и все это время Израиль будет жить в чрезвычайном режиме. Впрочем, оказалось, что у ненасти есть и положительные стороны. В армии надеются, что проливные дожди затопят тоннели, прорытые террористами в секторе газа, а еще пополнят озеро Кемерет – главное водохранилище страны. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер» Израиль. И вот самая последняя информация о последствиях стихии в Израиле. Молния ударила в диспетчерскую башню аэропорта Бен-Гурион. Часть авиационного оборудования вышла из строя, поэтому возможны задержки в отправке и приеме рейсов. 72 добровольца получат дозу вакцины от лихорадки Эбола. Ученые из Оксфордского университета начали первое испытание нового препарата на людях. Вакцина содержит гены белка самого вируса. Предыдущие тесты на обезьянах оказались довольно успешными. Теперь ученые проверяют, не повредит ли препарат человеку. По данным Всемирной организации здравоохранения, число погибших от лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 8 тысяч человек. Зачем топчутся сумоисты, что выпустили из двухсотлетней капсулы времени и за что российский хоккеист запустил клюшкой в болельщиках? Об этом и не только в нашем обзоре. Русский хоккеист запустил клюшкой в болельщиках. Отметился защитник молодежки Зиад Пайгин после поражения от канадца в финале чемпионата мира. После свистка арбитра спортсмен не смог сдержать эмоций. Клюшка попала в одного из канадских фанов и травмировала его. Международная ассоциация хоккея пока инцидент не комментировала. Монеты, газеты, портреты в Бостоне торжественно вскрыли капсулу времени 220-летней давности. В 1795-м ее замуровали при строительстве здания законодательного собрания штата Массачусетс. А в декабре прошлого года закладку обнаружили водопроводчики. Среди прочих артефактов медаль с изображением Джорджа Вашингтона. Различные документы, а также старинные монеты. Содержимое коробки детально изучат, потом добавят в нее несколько предметов современности и вернут на место для будущих поколений. Прокатиться, чтобы забыться. В Кабуле открыли первый в Афганистане парк аттракционов. Тут посетителям предлагают погрузиться в мир развлечений и отвлечься от постоянных терактов и взрывов. Детей разрисовывают, влевят и щенков. Однако, 10-летние афганцы заявляют, для того, чтобы радоваться аквагриму и каруселям, им прежде всего нужен мир. В Новой Зеландии пассажиры самолета спаслись за миг до крушения. Инцидент произошел над озером Таупа. На борту небольшого авиасудна было 13 человек. Экипажи-туристы, которые планировали прыгнуть с парашютом с 4-х километровой высоты. Однако, при подъеме мотор забарахлил. Пилот приказал всем прыгать немедленно. Последний человек покинул борт буквально за пару секунд до катастрофы. Никто не пострадал. Индийский депутат Народной партии Сакши Махараджа призвал женщин родить как минимум 4-х детей. Так, мол, они смогут сохранить индуизм. Соцсети обрушились на депутата в буре и критике. Обвинили его в сексизме и религиозной нетерпимости. Призывы Махараджа идут вразрез с основной политикой. Индийские власти убеждают женщин пройти стерилизацию. И даже обещают за операцию машины и бытовую технику. Сегодня население Индии 1 миллиард 250 миллионов человек. Лучшие японские сумоисты в набедренных повязках традиционно потоптались в сионистском храме Мэдзи Дингу в Токио. Переступание с ноги на ногу это целый ритуал, которым они обычно встречают Новый год. Посмотреть на топтание собираются сотни зрителей. Японцы верят, что если дотронуться до сумоиста, это принесет удачу. Сегодня Рождество, семейный праздник. По традиции в рождественскую ночь дети и взрослые выходят на улицу. Идут от дома к дому, поют калятки, прославляющие рождение Христа. За это хозяева одаривают их сладостями. Согласно ветхозаветным писаниям, Христос родился в Вифлееме. Первыми об этом узнали пастухи, которые отправились в путь, чтобы поклониться младенцу. Пришли и восточные мудрецы-волхвы и принесли с собой дары. Эти события нашли отражение в постановках вертепов. Самый большой создали сегодня в Тернополе, в храме святого апостола Петра. Это настоящее поселение, где есть дома, водяная мельница, фигурки людей и животных. В центре по традиции Пресвятая семья и Маленький Иисус. Большинство фигурок двигаются. Есть вольер с кроликами, живые фазаны. А в искусственном водоеме плавают рыбки. Отпраздновал Рождество и наш президент. Вместе со своей семьей он побывал на богослужении в Манявском кресто-воздвиженском монастыре. Это Ивано-Франковская область. После службы глава государства подарил монастырю Киево-Печерскую икону Божией Матери. А потом побывал на представлении вертепа. Поздравил верующих с праздником Рождества. Пожелал мира, согласия и благополучия. Путин в образе царя Ирода становится трендом Рождества в Украине. Вот и в Полтаве роль этого негативного персонажа вертепа отдали президенту России. Как колядует юные полтавчане? Смотрите в нашем сюжете. Прежде чем представить новый вертеп на суд зрителей, юные актеры проводят последнюю репетицию. Каждый год этот любительский коллектив удивляет актуальными сценариями и персонажами. Не стал исключением и нынешний. Я ученый, я царь. Я в целом свете молодой. Благодаря мне нафи и злата. И правой свете будет в ад. Кто сказал, что Христос народился? Привью всех. Сценарист и постановщик праздничного вертепа Александр Дедюхин уверен, царь Ирод – это нынешний правитель России, по вине которого проливается кровь на востоке Украины. Ирод Худин всячески старается испортить праздник и извести маленького Христа. Но ему это не удается. Ангелы побеждают темную силу и изгоняют Хусина. Лана Кулик говорит, эта роль для нее более чем актуальна. Я против этого человека, потому что он как бы, можно сказать, из-за него это все и началось. У меня несколько моих друзей, один из них погиб, царство ему небесное. Воюют, воевали, и они всегда за Украину, они будут ее защищать и телом, и кровью, и душой. Заканчивается спектакль патриотически. Христос, слава Богу! Слава Богу! Слава Украине! Слава Богу! Со своим вертепом юные полтавчане будут выступать до конца рождественских праздников. Будем ходить по нашему прекрасному городу. Очень радость всегда. Было такое, что люди плакали от радости, от счастья, что их вот так вот поздравили. То есть очень много хороших и искренних эмоций у людей. Заработанные сладости дети оставят себе, а вот деньги передадут волонтерам для украинских военных. Ирина Романова, подробности, телеканал Интер, Полтава. Вертепы, колядки и не только в Киеве, на Софиевской площади. Там находится наш корреспондент Людмила Горбачина с нами на связи. Люда, здравствуй. Какое настроение? Я так понимаю, мороз никому не мешает отмечать. Сейчас здесь очень весело и очень холодно, как в настоящей рождественской сказке. В эти минуты на главной сцене, возле главной елки страны продолжается концерт. Его можно прийти, посмотреть, послушать. Людей очень много. Возле сцены буквально не протолпится. Сюда приходят и с семьями, и с друзьями, компаниями. Кроме развлечений, на Софийской площади сегодня есть лакомство на любой вкус и сувениры. Здесь проходит рождественская ярмарка. Мы поговорили с людьми, которые пришли сюда сегодня праздновать, и собрали их поздравления, и собрали их пожелания. Мира, добра, спокойствия, умиротворения, тепла. Мира в стране. Да, любви мира. Здоровья. И здоровья, чтобы никто не мерзл и никто не болел. Гуляем святкое морество. Семьей пришлось родиной. Холодно, случайно, но в душе очень тепло. Христос народился. Славим его! Празднование Рождества на Софийской площади началось еще днем. Здесь все время проходят выступления украинских, французских рок-фольк групп. Здесь сегодня международный рождественский фестиваль. Но изюминкой праздника должен стать сюрприз от организаторов. Все, кто пришел сегодня на площадь, станут частью представления. Ведь попробуют побить прошлогодний рекорд по одновременному исполнению калятки. В прошлом году одновременно рождественские песни пели больше, чем 3000 человек. Ну, сомнений в том, что сегодня все получится, нет. Потому что людей действительно очень много. Мы остаемся. Финальная часть фестивального концерта начнется уже в 21.00. Увидим, как это все получится. Наталья? Спасибо, Люда, Людмила Горбач, которая празднует Рождество на Софиевской площади, была с нами на связи. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности в ЮЭЙ. В прямом эфире мы увидимся завтра. С праздником вас, Христос, народы, всеославимы Его. Субтитры создавал DimaTorzok